Сегодня мы разберем аффикс осы-эси. Такой полной и в то же время краткой и понятной информации про этот аффикс вы больше нигде не найдете, даже в учебниках. Поэтому вы просто обязаны досмотреть это видео до конца. Аффикс осы-эси имеет два варианта по большой гармонии гласных. Если основа глагола заканчивается на гласные а-ы-о-у, мы используем аффикс осы, и если основа глагола заканчивается на гласные э-и-о-у, мы используем аффикс осы. При помощи этого аффикса могут быть созданы причастия и дейпричастия. Если попонятней, то причастия это у нас определения, как прилагательные, но созданы на основе глагола. Слова, которые описывают объект и отвечают на вопрос какой, какая, какие. А дейпричастия это существительные, которые тоже созданы на основе глаголов и отвечают на вопрос что. Главное значение, которое привносит аффикс осы-эси, это желание или значение хочется. Вы все поймете дальше на примерах. Сразу скажу, форму причастия на осы-эси вы можете встретить в жизни редко. Это будет всего пару одних и тех же примеров. И в учебниках про это обычно один абзац. А вот дейпричастия на осы-эси в современной разговорной турецкой речи вы будете встречать очень часто. Но информацию про это вы вообще нигде не найдете. Начнем с причастия. Кстати, у меня на канале есть серия видео про все причастия в турецком языке. Причастие или глагольное определение по-турецки сефат филь производится путем присоединения аффиксов причастия, в нашем случае аффикс осы-эси, к глагольным основам. Причастие это особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы прилагательного, то есть на вопросы какой, какая, какие. Добавляет к слову значение ляик или мустехак. Эти слова имеют похожие значения, переводится как достоин или заслуживает. Но ляик используется в основном в положительном ключе, например, достоин уважения или заслуживает награды, а мустехак в негативном ключе, например, достоин унижения или заслуживает наказания. Эти слова помогут нам правильно понимать и переводить причастие на осы Эси. Некоторые примеры с переводом я взял с книги по грамматике автора Эюб Генищ. И мы вместе с вами проанализируем и попытаемся понять, откуда возникает перевод, который у него в книге. Наш пример. И перевод. Чёртовы дороги забрали у меня единственного сыночка. Бередик Эвлядымы Алдылар. Забрали у меня единственного сыночка. Бередик единственный. Эвлядымы. Эвляд это ребёнок. Эвлядым мой ребёнок. Здесь перевод как сыночек, хотя Эвляд это может быть и дочка, но то ладно. И Алдылар забрали. А дальше Еколосы Ёллар. Чёртовы дороги. Откуда слово чёртовы? Ничего непонятно, правда? Ну, во-первых, у нас есть глагол Еколмак. Быть разрушенным кем-то. Кстати, сразу запомните, что причастие на осы почти всегда образуется от глаголов в страдательном залоге. Основа глагола Екол заканчивается на твёрдую гласную И. Поэтому используем аффикс осы. И для понимания и значения аффикса и перевода используем наши слова ЛЯИК или МУСТИХАК. Еколмая мустихак ёлларш бередик Эвлядымы Алдыларш. Дословный перевод. Еколмая мустихак. Дороги, которые заслуживают быть разбитыми или разрушенными. Передик Эвлядымы Алдыларш. Забрали у меня единственного ребёнка. И вспоминаем, вначале я говорил, что осы добавляет значение хочется или желание. А значит, тому, кто говорит это предложение, хочется, чтобы эти дороги пропали, сдохли, разбились или разрушились из-за того, что на них погиб его ребёнок. То есть, сочетание глагола с аффиксом осы характеризует желание, чтобы данное действие произошло, пусть даже это метафора. Отсюда у нас и появились чёртовы дороги. Нам главное понимать значение и смысл, которые привносят аффикс осы. Возьмём ещё несколько примеров, чтобы было понятнее. Этот роман действительно книга, достойная к прочтению. Для понимания значения словосочетания «окунасы бир китап» берём наше слово «ляик». Тословно, этот роман действительно книга, которая заслуживает быть прочитанной. И значение «хочется» – эта книга такая, что её хочется прочитать. Этот роман действительно книга, достойная к прочтению. Окунасы бир китап. Следующий пример. Проклятые бродяги всё испачкали. Теперь пытаемся понять, почему они проклятые нашим методом. Дословно. Все запачкали. Кирлетмек дословно сделать грязно. Кир – это грязь. По ситуации от уровня грязи, это слово может означать как просто испачкать, так и устроить бардак. Вернёмся к нашим бродягам. Кахроласы серсерилер – это бродяги, которые заслуживают мучения. Аффикс «асы» добавляет значение «хочется». Нам хочется, чтобы эти бродяги мучились за то, что они натворили. Мы этого желаем. То есть мы хотим, чтобы они были прокляты. Поэтому можно перевести. Кахроласы серсерилер, хертеров и кирлеттилер. Проклятые бродяги всё испачкали. Бурасы эмеклилик тенсуанра ящанасибир ер. Это место, где хотелось бы жить после выхода на пенсию. Раскрываем смысл. Бурасы эмеклилик тенсуанра ящанмая ляик бирьер. Бурасы – это место. Ящанмая ляик бирьер, которое заслуживает быть прожитым, чтобы жить там. То есть с нашим аффиксом «ящанасибир ер» добавляем желание. То есть место, достойное, чтобы там жить. И нам хочется это делать. Эмеклилик тенсуанра после выхода на пенсию. Бурасы эмеклилик тенсуанра ящанасы бирьер. Это место, где хотелось бы жить после выхода на пенсию. Это все бедность, черт бы ее побрал, довела нас до такого состояния. Я понимаю, что те, кто изучает по учебнику Эюб Гениша, могут не понять, каким образом словосочетание «яребатасы» превратилось в фразу «черт бы ее побрал». Но если вы продолжаете смотреть это видео, то понимаете, что мы легко разберем эту фразу нашим методом. «Еребатмая мустехак факирлик бизибухале гетирды». Факирлик – бедность. Какая? «Еребатмая мустехак», которая заслуживает быть проваленной под землю. И с аффиксом «асы» добавляется желание. «Еребатасы» мы желаем, нам хочется, чтобы она провалилась под землю, потому что мы мучаемся из-за этой бедности. «Бизибухале гетирды» – она нас довела до такого состояния. Поэтому «Еребатасы» факирлик бизибухале гетирды. Это все «бедность, черт бы ее побрал» или «чтоб она провалилась» довела нас до такого состояния. «Артык-бушейхрин» – севилясибир тарафы калмады. Этот город больше не за что любить. Раскрываем перевод. «Артык-бушейхрин» – севильмее ляик бир тарафы калмады. «Артык-бушейхрин» – у этого города больше бир тарафы калмады. Калмады не осталось стороны, но имеется в виду, нет какой-то особенной части или привлекательности. Севильмее ляик – которая заслуживает быть любимой. И с аффиксом «эси» добавляется значение «хочется». Севилясибир тарафы калмады не осталось ничего, что хочется любить. И все предложение по смыслу мы можем перевести. «Артык-бушейхрин» – севилясибир тарафы калмады. Этот город больше не за что любить. «Гебереси куртлар кюе инмишлер» – в деревню спустились волки, чтобы им всем околеть. Раскрываем значение. «Геберме мюстегак куртлар кюе инмишлер». «Гебереси куртлар кюе инмишлер» – в деревню спустились. «Геберме мюстегак куртлар» – волки, которые заслуживают быть убитыми, заслуживают умереть. И с нашим аффиксом «эси» добавляем значение «хочется». «Гебереси куртлар» – мы желаем, чтобы эти волки сдохли. Мы ведь так тоже говорим, чтобы они сдохли. Июб Гениш перевел значение «чтоб им всем околеть», что имеет похожий смысл. «Гебереси куртлар кюе инмишлер» – в деревню спустились. «Волки, чтоб им всем околеть» или «чтоб они сдохли». Теперь переходим к аффиксу «асы эси» в виде «деепричастий». Помните, я говорил, что это существительное для легкого восприятия используем слово «желание». Например, «гельмек» – «приходить», «гелеси» – «желание приходить», «ябмак» – «делать», «япасы» – «желание делать», «окумак» – «читать», «окуясы» – «желание читать». Не забываем правило, если основа глагола заканчивается на гласную, тут у нас со слова «оку» и аффикс у нас начинается на гласную «асы», то добавляем соединительную букву «е» и получаем не «окуасы», а «окуясы». «Гитмек» – «уходить» и «гидеси» – «желание уходить». Здесь также не забываем, что в некоторых случаях работает правило озвончения и согласное «т» в основе глагола «гид» превращается в «д» – «гидеси». Обратите внимание, что в депричастиях на «асы» используются глаголы прямого действия в отличие от «причастий», где глаголы стоят в страдательном залоге. У нас есть четыре конструкции, они все используются постоянно в разговорной речи. Самые часто используемые конструкции «асы эси» плюс «вар йог» и «асы эси» плюс глагол «гель» в разных временах. Есть еще конструкции «асы эси» плюс «тут» и «асы эси» плюс «кач», они используются реже, но их тоже надо знать, разберем все по порядку. Самая распространенная конструкция «асы эси» плюс «вар йог». Как используем? К основе глагола добавляем наш аффикс осы эси. Получаем желание что-то делать. Дальше присоединяем аффикс принадлежности, потому что желание это существительное, и оно может быть моим, твоим, его желанием. И потом у нас идет вар или йог. Есть желание или нет желания. Другими словами, хочу, не хочу. Например, есть предложение. Это то же самое, что Это то же, что Это то же, что и Только дословно Это я хочу выйти, а Есть мое желание выйти. А по смыслу, у меня есть желание выйти или мне хочется выйти. Или другой пример То же самое, что Просклоняем по всем лицам и числам с глаголом ичмеки. Обратите внимание, что в третьем лице не добавляется аффикс принадлежности третьего лица. Не знаю почему, наверное, потому что получится о нун и че си си. Чтобы не было си си. Это так же, как турки не могут разобраться и объяснить, в чем разница между бери и бериси или кими кимиси. Просто запомните. Мы сейчас просмотрим на примерах все шесть вариантов на лица и числа. Но сразу скажу, хоть в правилах это и присутствует, но в жизни вы услышите эту конструкцию только для единственного числа. Это то, чем турки пользуются повседневно. Сейчас мне не хочется ни с кем разговаривать. То же, что У меня нет желания разговаривать. Мне не хочется это делать. Тебе не хочется есть? Тебя нет желания есть? То же, что Этому ребенку совсем не хочется идти в школу. Гидеси йог. У него нет желания. То же, что Сейчас от радости нам хочется летать. Стать птицами и летать. Участым из вар. У нас есть желание летать. Нам хочется. То же, что Сегодня им хочется быть или остаться. Находиться дома. Дурасы лары вар. У них есть желание. Им хочется остаться. То же самое, что Бугюнь эфде дурмак и стерлар. Следующая конструкция. Это Осы эси плюс глагол гель. Гельмей. Формула у нас такая. Основа глагола плюс осы эси плюс аффикс принадлежности. Желание чьё-то. Потом глагол гель плюс аффикс времени. Желание пришло. Другими словами, оно появилось. Возникло. Нам захотелось. Глагол у нас будет всегда для третьего лица, потому что мы говорим о желании. По формуле глагол может быть в любом времени. Гельйор, гельир, гельди, гельмиш, гельйорду и так далее. Но на практике практически всегда это будет настоящее или прошедшее время, а также эти времена в повествовательной модальности. Например. Сеникересим гельди. Мюсаид сэн пигюнь янана уреяджам. Мне захотелось тебя увидеть. Если ты свободен, я зайду сегодня к тебе. Сеникересим гельди. Дословно. Пришло мое желание увидеть тебя. Другими словами, мне захотелось тебя увидеть. Или увидеться с тобой. И посмотрим пример, когда не возникает или не появляется желание. Вот вы бездельничаете, и у меня тоже не возникает желания заниматься. Из-за того, что друзья рядом, бездельничают, у меня не появляется желание заниматься. В отличие от конструкции сварьёк, где желание присутствует или отсутствует, в конструкции с глаголом гельмек желание возникает, появляется или не появляется. Для наглядности давайте посмотрим еще несколько примеров, так как эта конструкция довольно часто используется в жизни. Каждый раз, когда я вижу эту картинку, мне хочется смеяться. Гюлясим гельди у меня появляется, возникает желание смеяться. Бурясьми незаман гельди, гюлясим гельди. Лимонад выглядит так классно, что возникает желание его попробовать. ИЧЕСИ ГЕЛЬЁР появляется желание выпить, хочется выпить. Лимонада, окодар супергерю нью-йорки, инсанын ИЧЕСИ ГЕЛЬЁР. АЛЛАЯСИМ ГЕЛЬДИСЕДЕ КЕНДИМИ ТУТТУМ Хоть мне и захотелось плакать, но я себя сдержала. АЛЛАЯСИМ ГЕЛЬДИСЕДЕ Хоть у меня и возникло желание заплакать, здесь у нас глагол гельмек в прошедшем времени условная модальность. АЛЛАЯСИМ ГЕЛЬДИСЕДЕ КЕНДИМИ ТУТТУМ Следующая конструкция АСЫ ЭСИ плюс глагол ТУТМАК. Эта конструкция используется редко, но это не мешает нам ее не знать. Здесь смысл такой же, как с глаголом ГЕЛЬМЕК, только ТУТМАК это схватить, держать. И это используется, когда возникает внезапное, неожиданное или спонтанное желание. Желание схватило или прихватило, как говорят, приспичило. Например, ЕМУ ВДРУГ ЗАХОТЕЛОСЬ ДЕЛАТЬ ЛЮДЕМ ДОБРО. Так говорится, когда, например, человек обычно никому не делал добро, а тут вдруг ему это захотелось делать. Непривычное поведение. Еще пример. Сегодня ему вдруг захотелось любить животных. Он гладит или обнимает всех кошек, которых встречает на улице. Здесь тоже ситуация, когда кто-то был безразличен до животных, а тут вдруг ему захотелось их любить. И последний пример, чтобы вообще вот прям было понятно, когда мы используем глагол ТУТМАК. Ей вдруг захотелось есть торт. Например, девушка в положении, и ей в час ночи внезапно захотелось торта. Вот в таком случае применима фраза ПОСТА ИЕСИ ТУТМУШ. Последняя конструкция АСЫ ЭСИ с глаголом КАЧМАК. Желание убежало или пропало, нам расхотелось. Это полный антипод конструкции с глаголом ГЕЛЬМЕК. И почти всегда глагол КАЧМАК будет в прошедшем времени. ГЮЛЯСИМ ГЕЛЬДЫ У меня возникло желание смеяться. ГЮЛЯСИМ КАЧТЫ У меня пропало желание смеяться. Например, ДЁНЕРИН Я ПОЛЫШИНЫ ГЮРЮНДЖЕ ИЕСИМ КАЧТЫ. Когда я увидел, как делают ДЁНЕР, мне расхотелось кушать. ИЕСИМ КАЧТЫ У меня убежало или пропало желание. СОН ПОСТЛАР ФАЗЛАБЕЙНИЛЬМЮР Я ПОСЫМ КАЧТЫ. Последние ПОСТЫ не сильно лайкают. У меня пропало желание их делать. Я ПОСЫМ КАЧТЫ, мне расхотелось их делать. И напоследок, отдельно посмотрим на слово ОЛАСЫ, которое часто используется. Когда оно используется в качестве причастия или определения, оно переводится как вероятный, возможный. Например, ОЛАСЫ БИРТЛЕНЕТЛЕМЕ ХАЗЫР ОЛМАЛЫИС. Мы должны быть готовы к возможной проверке. ОЛАСЫ БИРТЛЕНЕТЛЕМЕ Возможная проверка. Или ОЛАСЫ КАЗАЛАРА КАРШИ ХЕПИМИС КЕРЕКИТЛЕБИЛЛЕРИ АЛМАЛЫИС. Мы все должны принять необходимые меры предосторожности против возможных несчастных случаев. ОЛАСЫ КАЗАЛАР – возможные несчастные случаи. Также слово ОЛАСЫ может ставиться в конце предложения. Тогда оно будет наречием отвечать на вопрос «как». Переводится как «вероятно» или «возможно». И в отрицательном значении, как «вряд ли» или «невозможно». Например, «ИНСАЛЛАРЫН АЛДЫКЧА ВЕРМЕЙ ОРЕНМЕСИ ОЛАСЫДЫР». Вполне возможно, что люди, получая, научатся отдавать. Или другой пример. «САВАЩИ КАЗАНМАЛАРЫ ОЛАСЫДЕИЛЬ». Вряд ли они выиграют войну. Ну вот и все, что вам нужно знать про аффикс «асы» – «эси». Спасибо всем, кто набрался терпения и досмотрел видео до конца. Если вам понравился этот урок, жду от вас реакции в виде комментариев и лайков. Также у меня на канале вы можете посмотреть видео разбора диалога из сериала «Киралык Ашк». До скорой встречи!